С нами на связи Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день, приветствую. В интервью французского телеканала Alashen вы заявили, что Украине нужно создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Но это, я понимаю, что лучше всего F-16. То есть нужно таких самолетов около двух сотен, правильно? Лучше всего F-35 или F-22. Ну, исходим из того, что есть, что возможно реально. Мы реалисты, да, и мы понимаем, что можно, что реально на сегодняшний день. Но это не мы понимаем, это идут консультации с нашими партнерами. Это Украина принимает это решение не сама. То есть есть у нас союзники. Опять тревога. К сожалению, да, не выключается дуба, так даже, да, который... Выключите укрытие. Да. Прошу прощения, да. И дело в том, что самолеты... Принимается решение от того, от их... Прежде всего присутствия. То есть где их можно взять, в каком количестве. И они нужны Украине в ближайшей перспективе, скажем так. Потому что тянуть нам некуда. Если рассчитывать на иные образцы, не F-16, а другие, скажем, то их нужно банально где-то просто взять, либо же ждать, пока производство тех стран сделает достаточное количество для Украины. Что касается вот 200 единиц, это до 200, имею в виду, это приблизительное количество, которыми можно заменить тот весь парк авиационной техники, который сегодня есть у нас на вооружении. Я напомню, что у нас два типа истребителей на сегодняшний день. Это МИК-29, Су-27, также бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25. То, что касается именно тактической авиации. Если добавить транспортную и учебную бригады, то у нас на сегодняшний день 11 бригад. Всего в составе наших воздушных сил. Поэтому то количество самолетов не есть таким вот уж и большим. Ввиду того, что сегодня серьезная угроза у границ Украины. И эта угроза даже в послевоенное время никуда не исчезнет. Враг находится коварный. Враг уже столетиями пытается захватывать новые территории. Поэтому нужно относиться к этому серьезно. И не только наращивать боевой потенциал, именно авиационный. Но и думать про вхождение в евроатлантические структуры для общей коллективной безопасности. Вот у вас прозвучал сигнал воздушной тревоги. И я попрошу наших режиссеров показать карту. Да, вот практически вся Украина горит красным. И это уже вторая масштабная воздушная тревога за сегодня. Это говорит о том, что, скорее всего, МИГ опять же взлетел. Которых несколько есть на территории и России, и Беларуси. МИГ-31. Если вся карта у нас одновременно загорается красным. Тут уже не нужно быть экспертом, а предугадывать. То есть это взлет, скорее всего, МИГ-31. Носителя ракеты «Кинжал». Если же воздушная тревога локально объявляется, скажем так, на юге или востоке страны, это может быть работа РСЗВ. Или же часть Украины, это может быть ракетная безопасность, то есть угроза баллистической атаки. Если же слева, если смотреть на карту, так направо тревога нарастает, так красным становится постепенно карта, то очевидно, что это, возможно, работа стратегической авиации началась и так далее. То есть наши люди уже сами научились быстро определять типы тревог, что угрожает. Но каждая из них несет опасность. Поэтому нужно все-таки придерживаться тех сигналов и реагировать своевременно. И вот, возвращаясь к теме самолетов, США заявили, что пока воздерживаются от поставок Украине самолетов. Считают, что сейчас они занимаются отправкой вооружений, которые, по их мнению, имеют решающее значение. Вот об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Керби. Но давайте вспомним, что вот когда-то точно так же говорили про системы Патриот, про танки, в конце концов. Совершенно верно. Наши партнеры, наши союзники очень последовательны в своих действиях. Мы видели, что началось все с вооружения даже Стрелкова. И также те же Джерелины, Энлав британские, Стингеры начали приходить потом. Наращивалось вооружение. Мы получили и гаубицы, мы получили хаймерсы и другую технику. Также сейчас получаем уже противовоздушную оборону. Мы видим, Айрис Танасамс уже работает эффективно. Тот же и Краталь, и Гепард Твоевого сухопутных войск. Ну и уже в перспективе в скором времени будет Патриот. Надеюсь, что будет принято решение о САМПТИ. Это комплексы, которые могут сбивать баллистические цели. Ну, самолеты, то, что говорят высокие руководители, то есть главы государств, раз говорят, значит, так нужно. То есть будем ожидать и рассчитывать на то, что все-таки Украина, как государство, одно из самых больших в Европе, все-таки будет получать определенный тип самолета, какой это тип будет решать коллегиально, как мы уже с вами потом говорили. Но явно претендентом, самым лучшим является все-таки Ф-16, который есть самый распространенный самолет в мире, который можно применять по различным типам целей и по всем целям воздушным, ну, кроме баллистики, понятно, и по наземных целях. Весь спектр вооружения, которые имеют страны НАТО, можно использовать с этого самолета. И он может действительно стать на какое-то время одним из, не одним, а единым типом самолета, который будет на вооружении наших авиационных бригад. Ну, в перспективе, соответственно, уже можно будет рассчитывать, как это и сейчас происходит в странах НАТО, когда Украина станет частью альянса, рассчитывать на то, что и мы когда-то передадим полученные Ф-16 другой стране, потому что есть определенный спрос на эту военную продукцию, а получим уже более совершенные самолеты, такие, как, скажем, Ф-35, как сейчас происходит у партнеров во всем мире. Вот, кстати, вот в вопросе поставки самолетов, мы ведь помним, что когда речь шла о танках, перелом в вопросах поставок тех же танков был в Европе, а США уже поддержали процесс. И вот сейчас тоже Польша заявила, что готова поддержать Украину. Премьер-министр Польши Матуш-Моровецкий на брифинге 30 января, он отметил, что Польша может передать Украине истребителей Ф-16, если такое решение поддержит НАТО. До этого, кстати, подобное говорили в Нидерландах. Вот прокомментируйте, пожалуйста, активность наших европейских союзников. Ну, комментировать активность тут не то, что... Ну, их готовность, скажем. Да, да, не то, что даже лишнее. Да, тут понятно, почему и Польша, и страны Балтии, и другие страны заинтересованы в том, чтобы была сильная Украина, чтобы Украина стала частью европейского содружества. Потому что потерять Украину, это, ну, чревато их небезопасности, так, нарушением их небезопасности. Так как Россия четко уже заявила, так, о самом начале вторжения в Украину, о том, что она хочет передвинуть границы НАТО на состояние 90-х годов, так она будет нарушать и далее территориальную целостность государств. Поэтому и Финляндия, и Швеция хотят побыстрее стать членами НАТО. И обеспокоенность стран Балтии и Польши, в частности, очень высока, потому что они понимают, что тиран не остановится, что тиран будет и дальше делать свое дело, будет угрожать всему миру и таким образом восстанавливать, если не русский флаг, так, и русский сапог, то будет постоянно влиять на политическую жизнь, будет внедрять своих агентов в высшие государственные должности, а как это происходит в некоторых странах Европы. И это, ну, не может нравиться и вообще не воспринимается этими странами. Поэтому они будут делать все для того, чтобы поддерживать Украину. Мы видим, что одна из стран Балтии, Эстония, кажется, передала все гаубицы, которые были у нее на вооружении. Польша передает и танки, и запчасти к самолетам, и другое оружие. И делают все для того, и призывают эти страны быть более активными. Страны Европы, которые и побогаче, и находятся подальше, и имеют вооружение. Их это может напрямую тоже коснуться, потому что Россия влияет, хочет быть лидером мировым, хотя и это не получается, и хочет влиять методом шантажа на весь мир. Мы видим, как они внедрились в выборы в Соединенных Штатах, мы видели в Европе и во Франции движение с помощью России. Поэтому страны все уже все прекрасно понимают. Видите, ну, для Европы вот то, что делает Россия в заявлении, это то, что вот называют словами прямая и явная угроза. Поэтому, видимо, и неожиданная Франция откликнулась. Вот президент Франции Мануэль Макрон, да, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей в Украину, сказал, что в принципе ничего не запрещено. И добавил, мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае. Но я вот хотел на завершение нашего разговора задать вам вот еще один вопрос, очень важный, как вот я считаю. Йенс Толтенберг, генсек НАТО, он сказал тоже следующее. Нам известно, что Северная Корея оказывает военную помощь России в войне ракетами и снарядами. Это лишь подчеркивает, как все взаимосвязано. Вот есть ли понимание, о каких ракетах идет речь? Ждать ли нам вот сюрпризы еще и с этой стороны? Ну, ракеты бывают разные. Вот об этом и речь, да. Может быть, речь идет о реактивных системах залпового огня, которые тоже называют ракеты, о снарядах, которые идут градом, там, ураганами и так далее, которые, может быть, когда-то Россия и поставляла Северной Корее. И точно так же можно провести параллели то, что Лавров сегодня ходит с протянутой рукой по странам Африки, ездит по, ну, там, кто их там поддерживает? Зимбабве, Эритрея, там, и другие, так, страны, которые даже, ну, не входят в такую явную российскую коалицию, да, но все-таки ездит и по странам Ближнего Востока, Среднего Востока. И что ж он там ищет? Какую поддержку там ищет? Ну, во-первых, так, показывает, что их там еще принимают, но, во-вторых, жаждет получить какие-то остатки советского вооружения и боеприпасов. Очевидно, что у России дефицит с вооружением, боеприпасами, с советским вооружением, боеприпасами. Поэтому он, вот именно господин, как это назвать его можно, Лавров, и ездит, где ему там танцуют танцы, ну, не хочется, да, это национальные традиции этих народов, их дело, как принимать Лаврова, но он это все, ну, как бы воспринимает, как лицо России, и ходит и договаривается. Вот об этом это и говорит, что у России есть уже и дефицит, даже в старом советском вооружении. Ну, и важно, что наши союзники видят, и вот тот же агент СЕКНАТО, о котором я сейчас говорил, видят, что происходит, видят, как они ищут эти поставки в разных странах, и наверняка будут это каким-то образом тоже пресекать. Я хочу напомнить, что в Украине сейчас масштабная воздушная тревога, сейчас красная практически, вот мы видим вся карта Украины, вся Украина находится сейчас в опасности возможного ракетного удара. Вот, а я хочу поблагодарить вас за эту интересную беседу. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Украины, был с нами на связи.